Это настоящий ветеран кинологической службы. Речь идет не о сотруднике в форме, а о его четвероногом друге. Зовут собаку Тора, ей 11 лет. Специализация – поиск взрывчатых веществ. Когда собака присаживается, это условный знак кинологу, что взрывчатое вещество найдено. Дальше действуют саперы. Естественно, здесь в кинологическом центре используют имитаторы взрывчатых веществ. Но для Торы это скорее исключение из правил. Большую часть жизни она провела в полугодовых командировках в северокавказском регионе. Там взрывчатые вещества – это далеко не аккуратно спрятанные мешочки. Так что найти имитатор для нее – простая задача. А с этого обучение у собак, которые специализируются на поиске взрывчатых веществ, обычно начинается. В один из конусов сотрудник прячет тот же имитатор пластида. Задача пятилетнего Джоя – взрывчатку эту найти. В центре кинологической службы у нас более 20 собак находится. Помимо наших собак еще находятся собаки конвойной службы и патрульной постовой службы. Только вместе порядком это, может, чуть меньше 50. У нас три направления – это общеразыскной профиль, собака, которая входит по следу, на задержание, опуск местности. И собака по наркотическим веществам, и собаки по взрывчатым веществам. А это Терра. Ей 4 года. Ее специализация – поиск наркотических средств. Эта комната – имитация обычной квартиры. Задача – найти спрятанный мешочек с имитатором героина. Пока Терра только тренируется. На реальных выездах она не была. Обучение она закончила. Теперь в ожидании. Тренировки проходят по мере возможностей. То есть каждую неделю, может быть, несколько раз в неделю. Все в зависимости от времени. А вот самая насыщенная часть – собаки, специализация у которых поиск. По легенде, ищет она сбежавшего преступника, да еще и вооруженного. Работа по следу – специализация важная. Месяц назад полицейский кинолог со своей собакой выследил преступника. Поступил вызов от гражданина о краже строительных инструментов. Соответственно, выехали в составе экипажа на место преступления. Опросили потерпевшего. Он указал, что предположительно, что его сосед мог совершить данную кражу. И я применил служебную собаку, где находились данные инструменты. Собака взяла след и привела к дому его же соседа, получается. А потом сосед сознался в совершении кражи. Случаи, которые отрабатывают на тренировках, взяты из практики, говорят кинологи. Потому и тренируются регулярно, чтобы на реальной задаче отработать на все сто.